доброе утро друзья всем доброе утро уже наверное недели две или три я не записывала болтологические ролики решила сегодня записать рассказать о последних новостях у нас у моих последних новостях ну в общем то и ответить на несколько ваших вопросов и на несколько комментариев сдала тест на ковид это было наверное полторы недели назад так как мне никаких сообщений не присылают что у меня типа есть подтвержден то я предполагаю что кувида у меня нет сдавала я курят на работе у нас оповестили заранее что в такой-то день надо прийти всем работникам но там течение дня и сделать этот тест тест достаточно простой то есть я пришла на работу взяла тест он такой запакованный там была инструкция как делать этот тест в принципе ничего особенного то есть все очень просто посмотрев на инструкцию я все сделала сейчас на данный момент я болею не работает достаточно физический труд кто не знает я работаю время это большая сеть магазинов продуктовых я работаю в интернет-магазине ночной смене работаю всего два дня в неделю но все равно мне достаточно сложно тяжело потому что уже возраст я не такая быстрая я как бы знаете там последнее звено у нас по 6 человек бригада но как-то немного я конечно уже на 1 наращивается у меня скорость стать поставила цветочек посмотрите он до сих пор еще не вот цветет или как это называется подарили мне его в декабре этот цветочек и до сих пор для меня это крайне удивительно у меня по жизни знаете все растения погибают но вот это просто вот просто мне очень жаль будет если этот цветочек погибнет так вот я болею блин сбилась опять работаю мне тяжелое и я как-то знаете все вот это накапливалось у меня очень болит спина у меня поясница чуть ниже поясницы ночью какой-то момент я до этого и так не могла знаете нагнуться то есть течение смены ты тебя дальше вот эту толкаешь тяжелую тележку плюс у тебя еще заказы заказы иногда на одном заказе надо знаете по 5 бундулей 5 литровых воды это например там 60 позиции вот в этих 60 позициях там 80 надо там 5 бундули 5 литровых ты вот это все таскаешь или там упаковка воды а вода упаковка это 6 штук по 2 литра ну то есть вот и какой-то момент моя спина просто категорически сказала баста давай лена займись иначе будет трындец ну вот и я в какой-то момент поняла что просто мне надо все-таки заняться этой проблемой позвонила объяснила доктору семейному а в тот момент я просто не могла даже наклоняться настолько вот проблемы были семейный врач мне выписала бюллетень и вот я уже неделю на бюллетне завтра мне то есть в день когда выйдет ролик мне надо к доктору не знаю наверняка надо все-таки делать обследование потому что я пью лекарства но они не особо помогают ну вот это про последние новости у нас продлили чрезвычайное положение это кстати о вопросу по поводу вот девушка ольга заблицева заблицева извините мне такой возник вопрос у меня два вопроса почему в магазине можно купить не все товары и еще какова у вас статистика официальная по ковиду вас это не коснулось смысле не болели ли раньше сами да я прошлом году прошлом году болела но я так думаю что это был ковид это знаете еще даже сначала это было позапрошлый год этот декабрь перед новым годом я очень сильно заболела я не выкладывала ролики канал рухнул потом я выздоровела то есть от 10 дней знаете лежала просто плашмя ползала по квартире мне дочь привозила продукты это было позапрошлом декабре тогда еще никаких разговоров про ковид не было и потом я следующему живот новый год наступил в январе заболела снова это было знаете как бронхит тоже тяжелой форме но не так как первый был и тогда вот уже когда нас в марте прошлого года закрыли на карантин ну не такой знаете сильно был карантин просто границы закрыли были такие небольшие ограничения мы шли по шведскому пути и я потом вот когда уже началась эта вся с этим ковидом я подумала все таки что скорее всего я уже переболела не зная о том что это ковид вообще никто даже не знал что это такое ну как бы тогда в китае там начиналось уже а мы еще про это ничего не знали поэтому да я наверное все таки переболела какая статистика у нас я сделала специально перед тем как записывать ролик я специально посмотрела статистику сейчас секундочку на сегодняшний день вот за все время как ковид у нас заражение семьдесят одна тысяча триста двадцать человек смертельных случаев тысяча триста двадцать семь человек кстати недавно я читала где-то на фейсбуке что в таллине все работает и таллин по по всем показателям практически как у нас то есть показатели ну чуть у нас скажем так на тысячу заболевших там ну может быть один смертельный или два случая именно в от таллина но в таллине все работает они идут по шведскому пути а у нас ограничение на ограничение теперь что касается вопроса по поводу почему нельзя купить все товары кто не знает у нас я несколько раз показывала во влогах рассказывала что у нас на самом деле купить ограничение когда вывели эти ограничения то был такой знаете список товаров которые первой необходимости в этот список товаров первой необходимости вошли алкоголь и сигареты например такое как перчатки колготки игрушки зубная паста мыло порошок это не первой необходимости возможно я что-то немножко путаю но точно знаю что когда я потеряла перчатки и хотела их купить я не могла этого сделать и я работаю на собирании товаров как бы в интернет-магазине то есть я по ним мы собирали товары люди заказывали те которые невозможно купить придя в магазин у нас было доходило до абсурда ну просто до абсурда вот я недавно рассказывала как у нас время мужчина хотел купить себе трусы вот обыкновенные трусы пришел на кассу мы горят нельзя как нельзя мне нужны трусы но на самом деле очень смешно если бы не было так знаете горько так вот у нас сейчас достаточно долго был вот этот список разрешенных товаров и список запрещенных ты мог прийти за порошком специализированный магазин у нас это друга и вот я недавно купила крема для лица покупала на реалевский так вот мне надо было позвонить по телефону что якобы я сделала предзаказ и тогда мне продали и так во многом также вот я покупала недавно умывалку белорусском магазине косметики и там тоже надо было позвонить для того чтобы как типа сделать предзаказ и ограничение было на очень много вот товаров такие знаете ну смешно просто нельзя было там нет в ронаром памперсы все-таки можно было купить можно было купить еду для животных ну в общем и сейчас я вам немножечко секундочку посмотрю так что же не кстати сказала и вам или нет что у нас продлили чрезвычайную ситуацию до 7 апреля конечно хочу вам сказать что это очень печально очень люди настолько устали и у людей настолько уже знаете теряется надежда вот надежда на то что все будет хорошо просто по статистике у нас кстати я вот сегодня читала делфи что у нас уже подали 43 тысячи заявок на вакцинацию ну хочу вам сказать что это немного по большому счету у нас почти 2 миллиона жителей в латвии и 43 тысячи это мизер на мой взгляд так вот радостная новость что возможно с 8 февраля разрешат работать торговым центром и магазином это знаете настолько радостно во первых мы с вами будем гулять шопиться по магазинам и хотя бы знаете вот это будет поднимать настроение опять-таки я как шопоголик а может быть минималист и опять так знаете до сих пор не могу понять кто же я все таки хоть что-то возможно будет возможность купить причем это будет торговые центры здание общей площадью более 1500 квадратных метров ну вот возможно типа наш акрополь акрополь будет работать возможно спится альфа ну то есть есть будет где разгуляться и людям знаете просто погулять по торговому центру походить по магазинам просто ну вот то знаете выгулять себя и считаю что это очень замечательно единственное что пока не сказано про салон и красоты вот там конечно ситуация очень ну очень печально очень люди ну понимаете вот даже а на что людям жить вот ну ладно это отдельное и так значит с 15 а требования вступят с 15 февраля поэтому есть надежда что с 15 февраля будут хотя бы в этом игры разрешать людям хотя бы шопиться потому что у меня кто-то а я вот мастер маникюра она говорит ну смешно у нее развалились зимние сапоги она не может купить потому что по интернет-магазину покупать но это тоже нереально потому что ты должен все-таки померить ее метро дистанция везде в общественном везде надо носить маски это обязательно ну кроме как на улице хотя я не понимаю зачем на улице носить у нас я вижу иногда на улице идут ну возможно потому что нас мороз минус вот сегодня по моему минус 8 и обещали минус 20 к вечеру так вот возможно что знаете теплее здесь маска на и ты как-то теплее тебе так вот везде и плюс магазинах стоят везде вот в продуктовых корзинки именно количество людей то есть ты не можешь зайти без корзинки и это регулируется количество людей самом магазине продуктовым я вот буквально на днях выходила в магазин в наш римчик здесь рядышком он маленький так там мне пришлось минуты три стоять в очереди на улице потому что корзинок ну то есть маленький там мало а вот там где я работаю в большом римчике там много корзинок ну то есть большой магазин так вот значит и в магазине получается что это не только сейчас будет не только в продуктовых ну как впрочем это уже было у нас один раз закрывали потом те кто хотели работать большие и маленькие магазины кафешки открывались и там тоже определенное количество людей также у нас секундах когда они работали тоже очень строго определенное количество людей расскажу вам про список разрешенных товаров какой был вот продукты питания гигиенические принадлежности хозяйственные предметы первой необходимости карточки для мобильных телефонов табачные изделия электронные устройства для курения но это же обязательно даже первая необходимость ну согласитесь для меня конечно это вообще для меня это нет я не понимаю этого пресса билеты на общественный транспорт средства индивидуальной защиты но это маски и средства дезинфекции рук до закрывающие нос и рот маски сельскохозяйственная продукция домашнего производства цветы весь 8 февраля у нас а дополнительно уже дополняется список разрешенных товаров саженцы рассада клубни луковицы субстанции удобрения средства для известковые средства для защиты растений аксессуары для авто электроприборов но на самом деле зарядка невозможно было купить тоже очень смешно средства дезинфекции и дератизации радует то что ну как-то но невозможно настолько ограничений я понимаю я согласна с ограничениями по поводу количества людей в магазинах по поводу обязательного ношения масок в магазинах в общественном транспорте но зачем понимаете вот зачем людей лишать работы потому что ведь государство альтернативу не предлагают хорошо большие предприятия кто сейчас закрыт они до восьмидесяти процентов по моему получают компенсации за потерю работы временной ну в общем как то так отвечу на комментарии то знаете галина иванова написала леночка что вы совсем грустная такая может махнете к нам санкт-петербург вы знаете я когда прочитала типа все открыто можно пошупиться я когда прочитала я знаете про себя посмеялась у нас во-первых границы россии и латвии закрыты просто даже если бы и можно было пересечь эти границы я была бы счастлива у меня пропал билет я в прошлом году в марте собиралась петербург и вот буквально до последних дней я не знала что делать если потому что у меня по моему 13 марта был билет в петербург на автобус а закрыли нас буквально 17 я 13 не поехала или наоборот у меня 17 а 13 нас закрыли но знаете я прочитала комментарии я настолько посмеялась души с каким бы я удовольствием сейчас поехала петербург в таллинн вот кстати недавно я собиралась в таллинн хотела поехать потому что оказалось что в таллине все открыто я даже созвонилась ну как бы списалась в ватсапе с девушкой из талина и она подтвердила что да все открыто и я подумала как классный возможно я смогу съездить так вот оказалось что нет достаточно сложно если эстония требует простите если эстония требует подтверждение тест ковида 72 часа то латвия требует подтверждение ковида всего 48 часов это двое суток то есть мне надо сделать тест и в течение двое суток мне надо съездить и вернуться то есть получается это знаете дорога ну это очень то есть понимаете если бы 72 часа латвия требовала действия вот этого теста я бы совершенно спокойно потому что в таллинн автобусы ходят и обратно я совершенно спокойно бы могла съездить хотя бы на сутки погулять по чудесному старому городу в таллине походить по магазинам ну то есть знаете вот насладиться шоппингом но невозможно и конечно же вот меня очень насмешил этот комментарий спасибо большое вам за такую поддержку вероника строкач вероника строкач спросила лена расскажите про вашего кузю сколько ему лет как он у вас появился кузьме наверное 13 лет я немножечко может быть ну 13 скорее всего потому что мы его купили мы купили его по в интернете у нас есть такой портал сссс к а это такой портал где можно купить продать сдать научим вот и мне захотелось кота да вот пришел кузьма здесь захотелось кота для дочери но вы знаете получилось что для меня и мне хотелось белого ну вот я как бы пошла на этот портал ссс . ком в раздел животные и увидела там белого маленького котенка стоил он на тогда опять лад еще лад и были и муж с дочкой поехали тогда его привезли вот вот так появился у нас в доме кузьма ответит на один комментарий вероятно девушка зовут наталья . выпускаете почаще ваши влоги я понимаю что это трудно но вы такой приятный человечек иногда ловлю себя на мысли что я бы с удовольствием пообщалась с вами в жизни спасибо большое наталья знаете чаще не получается по одной простой причине у меня на канале как бы действующее лицо канала и лицо канала я одна у меня знаете нет больше героев на канале а когда ты один это довольно сложно часто выкладывать влоги тем более домашние когда у тебя постоянно в жизни а то и одно и то же если вот когда наконец откроются там магазины музеи торговые центры и тогда но возможно будет чаще снимать но все равно чаще чем два раза в неделю потому что у меня два канала на один канал два ролика в неделю на второй канал два это считайте уже четыре ролика в неделю для меня одно это уже много потому что я сама режиссер сама оператор сама монтажер все сама поэтому чаще конечно мне бы хотелось почему из-за зарплаты не буду скрывать чем больше ты выкладываешь роликов тем естественно ты больше получаешь зарплату и конечно если бы у меня была возможность выкладывать каждый день если бы я не работала то и если бы у меня например было что-то в жизни более но интересного больше чем есть сейчас на данный момент если бы я путешествовала то конечно бы я выкладывала бы чаще ролики и возможно вам было бы это интересно и мне было бы это лучше но как есть так есть а сейчас так вообще на второй канал так как у нас секонд-хенды скорее всего откроется только в апреле если до седьмого апреля у нас чрезвычайная ситуация то то на второй канал я скоро вообще не смогу ничего выкладывать и он как бы будет в спящем режиме на этот канал но опять таки вот домашние влоги я пытаюсь но все равно одно и то же одна и та же рутина утром встал сходил в магазин на почту что-то приготовил и все уже вечер и что и вот это вот одно и то же показывает поэтому спасибо вам большое конечно но вот как есть так и есть поляк весь деловок сколько у вас нарядов но вы их не носите почему у меня очень много было когда-то нарядов сейчас у меня уже практически ничего нет я либо распродала либо я расколомила в благотворительный секонд-хенд и многое что я вынесла к мусорнику просто поставила потому что я знаете у меня вот недавно шкаф здесь был когда-то шкаф буквально еще наверное месяц полтора назад так вот шкаф наконец разобрали я очень счастлива у меня хоть в комнате светлее стало и просторнее потому что у меня очень маленькая комната маленькая квартирка и какой-то момент и знаете вот это все накапливалось накапливалось потому что я много покупаю но также я не мне не жалко расслабиться я к вещам отношусь знаете очень очень легко мне трудно даются деньги я трудно их зарабатываю но я очень легко их трачу и мне нравится больше в процесс покупки поэтому я вот что-то одно надеваю и могу в этом одном ходить очень много времени а тем более вывод если например даже часто видите меня во влогах или вот если мы где-то гуляем что я в одном и том же ну потому что мне в этом очень комфортно и себя в этом очень комфортно чувствую мне удобно я как-то знаете не выделяюсь потому что вот это все равно какая-то все равно известность есть городе и ты не хочешь выделяться а покупаешь ты иногда вещи которые тебя выделяют из общего ну вот из общей не массы сказать а из может быть из толпы вот людей выходящих из автобуса но возможно так и поэтому вот это чувство знаете то что я не хочу выделяться наверное еще это тоже влияет что я не нашел практически все то что я вам показываю в покупках собираю образы и собираю луки они мне очень нравятся но я их не ношу очень часто бывает что я покупаю вещь спонтанно я не знаю чем это я буду носить типа знаете с тем что я потом это куплю сейчас потому что если это сейчас не куплю я ночь пересплю и буду переживать что зря не купила приеду этой вещи уже не будет такой ведь тоже бывало и не раз так вот я делаю спонтанные покупки с тем условием что я потом придумаю чем носить домой приезжая начинаю мерить и мне это уже не нравится и поэтому и а и чего я начала отвечать на вопрос с того что у меня очень мало вещей сейчас у меня есть две вещи новые две три которые я еще не показывала вам из секонд-хенда а а я не знаю чем их вот складывать то есть я не знаю вот как снимать ролик потому что у меня складывать вот ну нищим и думается что у меня много вещей а у меня их практически уже нет и если создать можно наверное сделать ролик вот топ 5 там топ 5 нарядов которые я собираюсь носить весной там или летом но все равно из этих топ пяти которые мне нравятся и все равно возможно буду носить максимум два это которые будут очень комфортные ну вот вот как то так и последнее совсем забыла но последнее оксана оксана безгина лена у меня к вам просьба передайте пожалуйста мне привет следующем видео меня зовут оксана я с города орска привет вам оксана привет городу орску ну вот даже и такое бывает все друзья спасибо вам большое я ответила на несколько комментариев на несколько вопросов рассказала вам так сушь я знаете хочу вам показать свою брошечку эти две брошечки я купила в петербурге кстати у чудесной девушки очень редко их нашел но вот решила сегодня кстати очень хорошо сочетаются с клипсами от сары каинтри замечательно вот это ракушка сочетается такое спасибо вам большое друзья кому интересно что-то у меня спросить пишите в комментариях обязательно отвечу в каком-то следующем болтологическом ролике спасибо вам большое хорошего настроения и всем пока пока друзья